Друзья, добрый вечер. Сонечко наше уже заходит за оброй. Наверное, часов 7 вечера сейчас. Сегодняшняя работа у нас помазанки. Знаешь, показывала я утром видео, как я делала замес с кизяком. Вот, вимастила я уже цей кизяк. Все, мне хватило, как раз нормально. Значит, сейчас вы видите на видео замесена у меня глина с соломой. Просто глина с соломой замесена, все, вона постояла. Знаешь, в обед я замешала, все, постояла, уплотнилась. И получается, не хочу руки пачкать, но придется. О, видите, такая туга у нас. Туга глина с соломой. Отлично. Ну, не просто солома была, а это у нас полова. Полова, это такая миленькая соломка. И куда мне это пиде? Глина ця. Вот она тоже хорошо лепится. И глина у меня хорошая. Она прям такая липкая. Вот, кто мастера глиняных дел. Но, скорее всего, что они не смотрятся мои видео. Им не интересен мой канал. Ну, вот так. Так, ладно. Значит, берем эту глину, и идем по предназначению. Куда бы вы думали, я и буду сейчас мазякать. Ну, это, конечно, не вопрос. Но вопрос и... Комари кусаются. И видео. Сейчас я вам все-таки покажу, куда иди у меня ця глина. Знаешь, вот такое у нас помещение. Вот крыша. На этом помещении дымаря нема, так как нема отопления. Это просто у нас помещение, это живут наши животные. И, как видно, тут он размазывала, наверное, это я баллончиком таким. Не помню, кто тут малювали. Курочки, уточки, собачки. Ну, речь не о том. Речь о том, что это помещение... Ах, камари. Было построено, если ближе показать, я уже рассказывала, да? Значит, после войны. Что там после войны? В 1945 можно было... Какие достатки были у людей? Не очень такие достатки. В общем, как папа мне рассказывал, просто копали землю, и что там до спаду? Глина или что? Я живу в Пюромайской Николаевской области, то есть юг Украины. У нас вот такая земля глиняная, земляная. И вот такие скрутили, наподобие валькица говорили. И вот тут видно, что солома и просто земля. Солома и земля. Ну, если я снимаю в 2018 году, а это строительная хата после 1945, то это сколько в нашей хате? 55 и 18, 65, 73, по-моему, если мне не изменяет память. Моя математика. Ну, можно будет посчитать. Вот. И было это помещение. Так, как я вижу, скорее всего, тоже бабушка моя что делала? Глина, кизяк. Глина, кизяк. Тут даже и нема песка. Скорее всего, нема песка. Нема песка. Глина. Уже мазана така миленькая половка. Тоже уже мастилась. Ну, как видите, вид красивый, что був. Да, и потом брали, наверное, белили. Наверное, что они и белые, эти хаты потом были. Ну, было таки на Украине. И сейчас есть хаты, где белят. А потом, скорее всего, что, наверное, трошки обжились и уже сделали шубу. Шубу сделали на эту хату. Шуба, это называется, обкидана цемент. То есть, песок и раствор такие делаются и обшлепываются. Ну, он же не приклеится, понятно, да, до глины. Делали. Ну, тут не будет видно, потому что я поставила сейчас сетку. Как бы вам показать. Вот тут мы станем вот так. Забивали вот такие штыри, грубую проволоку. Ну, наверное, это на сколько прут? На пять, наверное. Вот. Вот такие пруты забивали. Потом брали проволоку. И обматывали. И шли вот так. Плели просто как паутинкой. И уже нашлепывали шубой. Представьте, вот такий цемент уже деланный. А цей песок, в него, вот мне, если забить туда, я сделала с лицевой стороны, не помню, что мне надо было забивать. Или навес мы делали. Я даже не могла ничем оцей пробить. Такий крепкий на те время був раствор и оцей песок. Но это речковый. И он не какой-то другой даже цвет, оцей камушки. В общем, пробить мне оцей невозможно. Я беру дрельку и дрелькой сверлю, а это, чтобы мне пробить. И начебто сказать, сколько же тут сантиметров. Ну, хай тут полтора, до двух сантиметров. Вот дед накидал. Но пробить невозможно. Такая крепость. И, как бы это вам показать, скорее всего, что тут сейчас перейдем вот по-быстренькому. Я попросила свою Ольгу. Значит, вот вы видите, вот так, если будет видно, да? Видно штырки, что вот эти вот терчат. Вот они, штырки. И это все у нас переплетено сеткой. Ну, а тут внизу, получается, как дом отливов нету. Отливы у меня просто стоят на горящей. Отливов нема. И вот цей низ у нас виддувся. Вот так виддулось все. Сейчас я беру его обыла. Натянула сетка. Сетка рабица. Вот вам видно против рыжего такого. Сетка рабица. И уже на сетку рабицу я сделаю... Буду нашлепывать раствор. Так, буду нашлепывать раствор. Значит, и даем сюда ближе. Сейчас это все по-быстрому, по-быстрому. Значит, так. А тут у нас получается, что угол... Вот. Вот так я сюда зашла. Вот. Оттуда. И получается у нас тут... Видно, вот над рыжим, да? Видно, вот я нашлепывала. Это был свежий наброс. Наверное, лет шесть назад. Это уже я так набрасывала. Даже видно. Это уже я химичила тут. А у нас тут внизу и получается, что угол... Вот. Сам угол. Из-за того, что тут вода вот сливается или что. Ну, в общем, угол у меня раскис. Значит, отдулась у нас цемент отдувся. Я взяла, отбила той цемент туда. А у нас те вальки просто, вони як рафинад заробились. Вот чуть-чуть видно цих вальків. Вот. Хотя есть такие некоторые. Вони и крепкие. И их вообще-то, как с сокирой. Мы там делали с одной стороны двери. У нас были. А делали с другой стороны. В общем, чтобы входные были двери. С одной стороны здание и с другой стороны здание. То, как мы выбивали стену, то я не знаю, там и топором, и перфоратором. Чем не делали. И я сказала, что сокира. Сокира отскакивает. Так крепко было сделано. Сколько цему дому, сколько уже земли. Ну, ладно. Речь о том, что я замесила вот эту вот глину. Глину с соломой. И сделала, я, конечно, этого не показывала. Там у нас получилось, как дырка. Напихивать туда лампач. Есть у меня лампач. Ну, это было бы как-то нерационально. Ну, в общем, лампач туда не пригодился. Чтобы его поставить лампач, туда не катит. Значит, что я сделала? Прямо такую волокнистую солому. И обвалькувала. И забабахала туда кирпич. Кирпич красный. И обвалькувала. И, в общем, выставила. Получилась стена. Ну, насколько тут видно, что вона будет у нас ревна, неревна. Знаешь, чтобы мне подготовить, уже это все высохло. Чтобы мне подготовить уже стену, была она ревна, чтобы накидать нам цей цемент. Значит, приходится мне еще раз накидывать сюда глину с соломой. Глину с соломой. Ну, и чтобы воно уже крепко, еще раз, как связку мало, Пошла я до себя туда, там, где у меня металлолом. Пошла, нашла вот такие вот обрезки от клеток перепелячих. Там, что мы делали, вот такие вот есть, да? Вот, там проволоки кусок, тут вот проволоки кусок, вот такие всякие. Набила циколья, вот тут вот обрезки от клеток, чтобы мне чуть-чуть связка была. И прямо сейчас буду накидывать вот именно вот эту уже глину с соломой. Я думаю, высохнем, но все это дело быстро. Все это дело быстро. И потом уже, пока жара. И потом уже можно будет обшлепывать. Обшлепывать вот так мастерком. Тинь-тинь-тинь-тинь. Пошли. Вот тут уже тоже можно будет обшлепывать. Ну, что самое главное, а самое главное, снимай Лена от левого чердака и ставь сюда от левого, дорогая моя. Потому что будешь ты через 5 лет и опять это самое делать. Вот так. Так, Николаевна, ты мне поможешь? Включила? Да. О, видите? Значит, вот такая у нас глина. Вот можно гладчики мясить. Беру я вот так раз. Ну, это у меня так привычка. И вот так. Раз. О. Раз. Вот так. Вот так. Прям хлепать. Не просто так мази, мази. Мази, мази. Рухомай, змочуем. Все. Раз. И чтобы тебе Ольга я набляпала. О. А потом. Можно вот такие. Разводы делать. Так. Тут почему-то опровалка у нас там. Ага. Сейчас мы можем им подмазать. Потом прибьем. Так. Опять. Берем. О. Видите, это то, что надо. Воно уже там, как красота. Раз. Не надо много. Вот такую любушку, как хорошая. Опа. Випала. Я Ольге показываю. Вам показываю. Не знаю, что до этого я показываю вам. Потом побачишь. Раз. Может чуть-чуть встань. Все там нормально. А, тебе неудобно кидать, да? Ну да. Все, я поняла. Размах. Та ты говоришь. Знаешь, теперь показываю у ведро. Оператору сломит. Знаешь, берем просто. У нас это налипает. Все, да? Слегка. Раз руку намочили. Нам тоді легче брать. Вот, бачите? И опять. Чусь я его таку крутю. Не знаю. Может, как ему прикрутю. Опа. Вот так. Опа. Отлично. О. То, что хлюпает, то ничего страшного. У нас сегодня день был жаркий. Знаешь, мы пойдем. Душ у нас нагрівся. И будем купаться. Ну, теперь беру я вот такое и все прижимаю. Конечно, осторожно, потому что вот это все прижимается. И оставляем вот такие. Я так люблю это дело. Вы не представляете, как это я люблю. Други бы сказали, да ты дурочка. Ну, нельзя так говорить, самому не себя. Ленун, что ты ерундой занимаешься? Вы не представляете, как я люблю. Вот это помазякать. А потом зимой у меня кури там несут яйца. А им там так тепло. А литом им, между прочим, за этой стеной находятся кролики. Именно сейчас тут. И им там геть не жарко. Им не жарко. Найки там газоблоки. Всякую ерунду. Ну, нормально. Все то, что у нас под ногами. Вот я выкинула утром видео. Я не помню, кто мне там написал. Я извиняюсь, что я не запомнила вас. Здесь есть моим подписчикам, что написали забитый рецепт, да? С кизячком. Хлясь в морду. Хлясь. И мне не миться надо. Хлясь. Это просто я сейчас медленно. Если бы это не Ольга, я не была, я бы так теки пошел. Пошел, потому что у меня комары едят. Вот так. Показала сам факт, потому что мы не можем снимать. Вот, все. Да, мы не будем снимать. Но факт тому. Вот я так показала вам, да? Вот так и делаю все. Оце углубление. И потом уже тут будет сетка рабиться. Куски. Вот. Ну, смысл же гладить. Вот. И потом таки хлюсь-хлюсь. Ну, будьте подписчиком нашего канала, если вам это интересно. И в следующих видео, пока это подсохнет, я вам покажу. У меня уже Николаевна, дочка моя, сильно хочет накидать. Ну, будет накидать. Накидать, потому что там еще другая работа стоит. Да. Так. Ну, все. Оце така. Сейчас у нас поздний вечер, ну, как часов всем, наверное. Я сейчас нашлепаю. Все воно проветрится. То, что надо. Ну, глина, я вообще балдею от этой глины. Глину я, конечно, купила. Но есть глина, какая-то такая непослушная. А эта такая, как вообще масло. Отлично, красавица. Хоть з нею береглечки лепи. Хоть пульки лепи для вас. О, как стекло. Вот это все висохне, мы робили лампачи. Ой. Висоха. Воно в час сразу чувствуется, яка глина. Ну, все, дорогие мои друзья. Как это все? Да, это такая маска. Була такая сахаристая, какая-то сухая. Да, ну, это не знаю, что она такая. Вот, из земля. Поразние породы, да. Да. Ну, в общем, может, я в руками уже ничего не это самое. Не буду брать. Ну, вот так. Вот так. Вот так сейчас, Лена. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. И быстренько, полчасика, и все, и будет тут. Ляля. Это пускай сохнет. В общем, ви, чтобы знали. Аж зачем вам знать? Ну, а может вам пригодится? Ну, не все же у нас там, например... Так как на том, что знать, не знать, просто ты решила показать, что ты делаешь в процессе, что у тебя дома делается. Я показываю просто такий дом, я вам историю его рассказала, да. Между прочим, в этом доме, кто первое видео не смотрелся... Ты же говорила, что ты там выросла. Не выросла, я родилась тут, и все. Я только родилась в январе, 30 января, и мама говорит, все, мы съезжаем, и все. И они там через два квартала построили хороший силикатный дом, вот. А я оттуда уже съехала сюда, да. Ну, все, дорогие мои друзья, я вас всех люблю, целую. Спасибо, что вы у меня остаетесь на канале, спасибо, что комментируете, спасибо, что вам интересно. Ну, может, я так не дуже все показываю, но так стараюсь, что Ольга, дети на меня кричат, что я вечно ходю с этим телефоном, вечно что-то снимаю. Ну да, можно заметить, что там через два часа видео, через три, вчера, сегодня, позавчера. В общем, видосики кидаю. Есть я на, как вино, господи, фейсбуке, хитрукий Елена, там цыпленок такой с ружьем, вот. А на ютубе, ну, на ютубе вы уже дивитесь. Все, всех люблю, целую, крепко обнимаю, давайте жить дружно, общаться. Всего вам доброго, пока-пока. Да, и спасибо огромное дельно оператору. Да, и оператору, что я тут комары едят. Всем пока.